Субтитры делал DimaTorzok Самый интересный из ингредиентов, которые задают себе вопрос, это вот этот предмет, к чему он, об этом будем говорить в процессе. Кофе по-украински это на фоне тех событий, которые у нас в последнее время происходят в стране, имеет, как мне кажется, очень достаточно актуальность, ощутимую актуальность. То есть мы как нация самоопределяемся и если посмотреть немного в историю, то мы видим, что в общем-то в Европу кофе прошел через Украину. И у нас вот рубрика, мы вчера здесь снимали, как раз об этом говорит о том, что именно украинцы продолжили путь из Турции в Украину. Сейчас будем готовить. Так, я пропоную сейчас трехи заняться приготовлением. Для наших товарищей давайте разъяснимо, что необходимо нам для того, чтобы приготовить каллицу. Нам необходимо все то, что мы сегодня, вот в данный момент, видим на столе. Нам нужно немножко лимончика, только апельсина, мед, вода, ну и соответственно кофе. И хороший такой ядрёный перец. Да, и хороший ядрёный перец. Ну он больше должен быть красивый, чем ядрёный в данном случае. Так вот, кофе мы уже засыпали. Здесь есть очень такой важный момент. Мы засыпаем две порции кофе сюда, в нашем аппарате он уже есть. И двойную порцию сахара. Почему? Потому что у нас будет двойная порция воды. То есть этот вид кофе, этот рецепт, он относится к категории коктейлей. Вот, поэтому у нас будет смесь разных ингредиентов и красивая подача. Итак, мы положили кофе, засыпали сахар и включаем наш аппарат. Теперь нам надо, это шейкер, да, то есть у дома, ну не знаю ли у всех он есть. Если, допустим, нет его, это можно делать, в принципе, ложечкой и в подобной ёмкости, да, или же в термокружке. Ну, в общем, там варианты могут быть разные. Наливаем приблизительно 40 грамм воды. Я это делаю на глаз, ну, я думаю, я не сильно ошибусь. Может быть, чуть-чуть отолью. Вот примерно столько воды. Почему? Потому что мы, когда будем заливать кофе, наш кофе очень горячий. Он на выходе 97 градусов. И так как у нас основой рецепта является мёд, да, а именно мёд, это есть наиболее известный украинский продукт, да, то есть Украина на сегодняшний день является основным экспортером мёда вообще в мире, да, соответственно, этот ингредиент входит в основу нашего коктейля. Я понял. Идентификация нас, как медовых людей. Да, и сердце с перцем. Так, и что мы сейчас сделаем? Так вот, я хочу про мёд, да, закончить. Почему холодная вода? Потому что, когда мёд контактирует с горячей водой, это вредно, да, как многие говорят, диетологи, учёные. Соответственно, мы будем добавлять мёд уже в такую комнату температуры воды, да. Так, мы засыпали воду, пока готовится, залили воду, пока готовится кофе, мы можем выложить, то есть засыпать, ну, примерно одну ложечку, вот чайную ложечку, как у меня, лимонного сока, да. Много не надо, буквально вот одну ложечку на этот объём воды. Ну вот, половина у меня ложечки получилась. Сейчас возьму сильную руку. Ещё одна нам нужна или можно просто? Ну, я думаю, нам этой, в принципе, сейчас, которую я использую, нам хватит. Вот так, опять-таки, ещё хороший рецепт, по-украински так, выдавить до последнего. Да. Ну. Есть, остатки оставляем? Есть. Теперь, мы ждём, пока приготовится кофе, вот у нас уже на подходе. Волим, волим, волим. Оп, есть. То есть, видим, прекрасный уже кофе, да, его уже нужно пить красиво. Смотрите, какая пенка, есть. Видно? А я думаю, нашим зрителям, да, видно. Вот сейчас мы зафиксируем, посмотрим. Так, после этого, что мы с ним делаем? После этого нам надо перелить его в шейкер. Давайте я его убираю. И добавить две ложки мёда. Ну, нам ещё этот стаканчик понадобится. Мы его далеко не прячем. Да, мы его не прячем. Так, есть, что мы делаем дальше? Кстати, нашим зрителям хочу напомнить, что есть у них возможность выиграть. Да, пока мы сейчас будем готовить коктейль, я объявлю условия нашего конкурса. А вопрос будет следующий. В прошлой передаче мы разговаривали о том, как Турция, как кофе развивался в Турции. И, как нам стало известно, порядка 200 лет кофе был запрещен в Турции. У нас будет по данному вопросу, по данной теме два вопроса. Первый. Почему кофе был запрещен 200 лет в Турции? И что делали с людьми, которые всё-таки, несмотря на запрет, употребляли этот напиток? Вот так же, если знаете ответы, а вы хотя бы догадываетесь, телефонуете до нашей студии, за номером, которую видите на экране. 0512, тут вместо Миколаева, нагадую для вас. А что мы делаем? Мы уже всё имеем, наш коктейль здесь. Теперь мы подобным образом это всё дело должны смешать, для того, чтобы мёд растаял. В принципе, если мне сейчас получится его открыть, я не сильно бармен, иногда бывает. А пока мы открываем, я пропоную сейчас поспоковаться с глядачем, который затолкнулся до нашей студии. Доброго ранка, витаем вас, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброго ранка. Доброго ранка, как вас зовут? Представьтеся. Анастасия. Анастасия, рада вас чути. Отож, Анастасия, ваши варианты и ответы? Ответ на первый вопрос, почему был запрещен кофе, ответ, потому что они пропускали очень главные молитвы, которые у них происходили по ихнему обычаю. А что делали? Их живьём сливали в мешки с кофем и выбрасывали в море. Боже, какие жахлы, его истории нам распорядает, это правда? Я удивлён, что человек настолько внимательно смотрел наши передачи, что прямо сразу до вопроса ответил с первого раза правильно. Да, совершенно верно, именно так всё и было. Поэтому поздравляем Анастасию. Мы поздравляем вас, так, отримуете ось эту пачку кавы, залишайтесь на линии, запишут ваш номер телефона, для того, чтобы мы могли сконтактироваться и передать ось это пакование для вас. А наш кофе готов. Так, давайте, ось этот вариант. На его внешний вид. Вот именно таким образом делается подача. В данном случае перчик имеет исключительно декоративную функцию. Ну, может быть, есть гурманы, которые попробуют его немножко надкусить. Вы не рекомендуете. Ну, я не пробовал. Мне больше нравится вот такого рода подача, поэтому, я думаю, очень замечательно и узнаваемо. Ну, что ж, ось такая кава по-украински. Сьогодні мы, друзья, её побачили. З нами был эксперт из кавы. И дякую вам за то, что вы заветовали в нашу студию, розіграли пачку кавы. Валерий Самборский был сегодня у нас в гостях. Ну, а вы не сходите с нашего экрана, потому что далее у нас рубрика про каву, где как раз рассказывается про то, как кава пришла в Украину. Дивимся. В Украине теж чимало легенд про поширення кавових зерен. Бо одній из них розповідається про великого кавомана Юрія Кульчицкого, який першим відкрив у Львові кав'ярню. Але ці події передувала довха життєва історія. Він був козаком і під час військового походу проти турків потрапив до них у полон. Там він вивчив турецку мову і спробував каву. Пізніше Кульчицкий почав працювати перекладачем у Відні. Саме там до нього прийшла ідея відкрити кав'ярню за аналогією до турецької. Именно Кульчицкий адаптировал кофейний напиток под вкусы европейцев. Он догадался положить в кофе сахар и впоследствии молоко. И таким образом появился знаменитый кофе по-венске. Также Кульчицкий открыл первую кофейню во Львове. И таким образом Украина считается форпостом, через который кофе попал в Европу. Впоследствии он открыл кофейню под голубой пляшкой, которая уже находилась в Вене. А ось інша версия про те, как в Украине появилась кава, связана с фортецей Хотин. В 15 веке Хотинская крепость принадлежала молдавскому королю Штефану Третьему. И он постоянно воевал с турецким султаном Магомедом Вторым, который хотел завладеть его землями и заставить платить его дань. В 1476 году 2000-я турецкая армия пыталась захватить крепость Хотин. Но у них это не получилось. И молдавский король их разбил. При отступлении турки оставили много трофеев. Среди них было очень много мешков с зеленым зерном. Та солдаты не смогли приготовить жодно из травы из загадковых зерен. Тоді один винахидливый військовый запропонував обсмажить зерна и сварить напий, который он попробовал у Яничар. Так было выпито первое горнятко кави на территории современной Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова